Всем привет! Это канал Мрин Абдулла. Сегодня мы опять приветы номер 10. И число сегодня 9 января 2015 года. Как сказал один подписчик, надо бы дату тоже писать. Прическа у меня изменилась, это потому что я купил расческу. Да-да, у меня не было расчески. Я всегда, когда у меня волосы начинали отрастать, немножко путаться, я их сразу бритвой избривал. Дешево и сердито. А сейчас я решил отрастить бороду и волосы. А вот без расчески никуда. Купил расческу. 27 рублей отдал, но не жалею, хорошая штука. Итак, понеслась, приветы. Читаем, что тут у нас написали. Сколько вы получаете в месяц? Это вопрос. С ютубом не идет что-то около прожившего минимума по Санкт-Петербургу, на самом деле даже немножко меньше. К сожалению, это так. Да, маленькие деньги идут за вот эти вот просмотры. Маленькие, очень маленькие. Ну, надеюсь, что оно увеличится. Тут один написал, иногда в суровой, что задавать вопросы о денежных доходах считается показателем невежливости. То же самое, как спросить у пожилой женщины ее возраст. Я не женщина, и не пожилой, и не пожилая. У меня можно спрашивать. Если вопрос неприличный, я отвечать не буду. Или же отвечу как-нибудь так, что тот, кто спрашивал, немножко смутится сам. Поехали. Привет. А бумагу согнуть силой мысли сможешь? Это вопрос такой. Мне. Конечно, смогу. Сколько раз гнулось у меня. Только не бумага, а марки. Представляете, марки разложишь, они ровненькие. Думаешь, ну вот сейчас я их быстренько на бомбчик. А они начинают скручиваться так медленно, но верно. И смотришь, елки-палки, они почти в трубочку скрутились. Вот она сила мысли. Хотелось, чтобы ровно, а они взяли и скрутились. Но тут все наоборот работает. К сожалению, да. Марки любят скручиваться там с одной стороны. Клей, если влага, немножко перепад. Все. Они там. Потом их расправляешь, расправляешь. Они раз и согнутся. Вот так. Такой закон подлости. Поэтому с марками приходится быть очень аккуратным. Их нельзя так много раскладывать. Тебя по одной так потаскиваешь. И сразу вставляешь. Раз. И в альбомчик. Там они ровненько. Так. Ну а бумагу просто руками легче гнуть. Зачем мысли-то тратить? Потому что такая энергия уходит. Так. Ну тут обещали мне даже показать. Это Ольга и Сергей канал. Замечательный, кстати, канал. Вот. Ну посмотрим. Если будет ролик. Посмотрю, да. Так, так, так. Ну про кирпич тут. Не буду читать. Так. Тут про ник написали. Как его правильно читать. Ну с никами у меня, да. Как прочту, так и прочту. Бывает правильно. А скорее всего-то и нет. А импортные буквы эти английские. Не знаю даже, как произносятся. Произношу-то с ошибками. Так. Снимаю видео про охоту и про сельбу. Ну это я вот жду камеру GoPro. Вот она со дня на день. Ну я не знаю, через сколько дней она придет. Ну, конечно, я ее сразу присобачу на ружье. И побегу это испытывать. Все-таки из двух стволок ты еще не стрелял снова там. А там как раз скоба, как раз под камерой. Я думаю, там идеально встанет. Ну максимум, чтобы переходник сделать. И будут тогда действительно интересные съемки с разных ракурсов. Еще и слоу-мо. И все это вместе здесь и смонтировать. Будет реально крутой ролик. Такого уровня нормального. Где стрельба будет смотреть приятно. Еще музыку. Так вот. Сейчас музыку можно вставлять. YouTube разрешил бесплатно музыку там брать. Скоро у вас будут такие ролики длиной по 2 часа. Подписчики растут как грибы. После даже полсветочки всем придется приветы передавать. А пожалуйста, буду передавать. Мне не трудно. В крайнем случае, так сказать, списочек составлю. Напишу, напечатаю там. Или помощников попрошу мне помочь это делать. Так, ладно. Ага. Егор Дуповиков пишет. Вы, наверное, самый оптимистичный ютубер. За всю историю ютуба передайте привет город Ромны Кате и Егору. Кате и Егор из города Ромны. Вам привет. Миран Абдулы. Так. Привет, Игорь. Загляните, пожалуйста, на мой канал. Если хотите, подпишитесь. Буду очень счастлив. Пишет StingerTV100. Заглянул. И вот у меня был там вопрос, как захватывать видео с экрана. Ну вот не знаю, там какая-то программа там дали мне ссылку. Большое спасибо. Я хоть немножко посмотрел, как это делать. Не знаю, надо будет уточнить у ютуберов, можно ли это мне будет снимать с экрана игры. Если можно, разрешат там. У меня, кстати, после 10 тысяч подписчиков, я вам скажу, когда появляется у вас 10 тысяч подписчиков, вам приходит письмо с ютуба и у вас появляется персональный консультант, который вам помогает раскрутить канал, там какие-то настройки, всякая такая штука, стратегию там выстраивать и все такое. Я был приятно удивлен. Хорошо, ютуб помогает своим этим партнерам. Вот так вот. Вот я у него спрашиваю, если можно будет захватывать видео делать, так я там уточню. Надеюсь, у меня это получится. И все-таки я сам люблю выиграть, редко, правда. Ну вот, особенно там нравится, где что-то там ходить надо, гулять. И если заснять с моими комментариями, я думаю, это интересно посмотреть. Ну, не знаю, может, не все. Так, ладно. Здравствуйте, канал Миллион обдулла. Поздравляю вас с Новым годом, 2015. И вас тоже всех с Новым годом. Этот выпуск приветов первый в 2015 году. Всех с Новым годом. Так, желаю вам миллион подписчиков и много-много новых и интересных видео. Спасибо большое. Это написал Артур Александрович. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям, папе Александру Алексеевичу и маме Марине Львовне, моей жене Людмиле и любимой дочурке, самой любимой дочурке, самой любимой дочурке, Аделичке. Аделичке, привет. Жене Людмиле, привет. И родителям Артура Александровича, Александру Алексеевичу и Марине Львовне тоже привет. Так, вот передал. дальше лично мне скучно было бы если бы ваш... если бы не ваш канал если бы не ваш канал то есть спасибо за то что вы есть это пишет Саня Самп и передайте пожалуйста привет всем подписчикам моего канала подписчикам канала Саня Самп от канала Миллионов Глад всем вам привет ну тут пишет ХЮПЕРТВ ну ладно, посмотрю, а что и кому он ответил непонятно, но видимо кто-то ему что-то предложил посмотреть он сказал ладно, посмотрю ну непонятно кому он ответил поддерживаю тему насчет онлайн трансляции трансляции было бы интересно итак онлайн трансляция, сразу говорю это дело для меня новое непонятное, неизведанное но я потихонечку так вот осторожненько пытаюсь на эту кнопочку нажать но страшно, нажмем вдруг что-нибудь там... ну попробую, думаю все-таки разберусь, доберусь до этого делать, до этой онлайн трансляции может там что-то и правда получится ну не один человек уже хочет так, и приветы лучше оставляю оставляю, оставляю я просто в прошлой передаче приветов сказал, что если мало напишет комментариев, то я буду раз в две недели делать это вполне логично чтобы не засорять эфир нужно набрать определенное количество просьб и тогда уже одним роликом всем и ответить так что если будет много просьб, то будет каждую неделю или даже по два выпуска в неделю или по три, но только в один день сразу первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее ну или там по какой-то схеме, чтобы покороче, побыстрее это как пойдет сейчас пока можно поговорить, что-то такое адепт Абдула Науки пишет ооо, уже 11 тысяч подписованных уже даже не 11, уже 11 826 скоро будет 12 совсем недавно было 10 да, подписчики быстро приходят на мой канал и это меня радует, кстати говоря, очень радует так и 20 скоро наберете да, я тоже думаю, что может быть скоро и наберу а с 20 уже начинается приобретаться вес на ютубе о, вес то есть меня все будут так вот, тяжелое весом о, 20 тысяч, он крут так, ладно плюс еще будете набирать обороты и подписчики будут прибавляться быстрее а пока желаю вам достичь следующей ступени 20 тысяч и дальше 50 ну и так далее, до миллиона, я так предполагаю я бы хотел вас видеть в списке топ-блогеров ну да, правда это вот пишет адепт Абдула Науки вы ведь настроены серьезно? это тоже он спрашивает и я говорю, да, я настроен серьезно подписчики подписываются спасибо за пожелание вам апдет Абдула Науки так привет, Абдула, будешь делать уроки по метанию ножей еще очень мне понравилось видео ломаю стереотипы о земле очень понравилось это видео таких бы побольше ну, это потихоньку как пойдет нужно, чтобы было определенное настроение такое вот, немножко философское, юморное тогда эти ролики хорошо записывать вот я, кстати, заметил, что с утра-то у меня тяжело пока там связки не это самое а к вечеру я так немножко разговариваюсь, уже легче идет так вот, так вот журчит ручеек, так сказать да привет, Матвей, учтю твои пожелания ну, я вот все учел так, так, так Игорь, если не ошибаюсь мне нравится ваш канал из-за вашей подачи материала здесь юмор и профессионализм ну, профессионализм, конечно, так сказать это как когда некоторые вопросы я знаю неплохо некоторые плохо некоторые совсем не знаю и в этих случаях я стараюсь кого-то пригласить который по моим меркам реально эксперт и чаще всего так оно и выходит потому что я в людях немножко разбираюсь и если человек плывет по каким-то вопросам то я уже его экспертом не считаю а если он легко и быстро ориентируется начинает, так сказать, выдавать материал понятно, что это хорошо знающий человек свой вопрос такого не греха пригласить вот на моем канале уже несколько гостей побывало и все они действительно интересные оказались людям кто-то может быть немножко лучше умеет разговаривать кто-то немножко хуже но все они в вопросах очень хорошо разбираются так здесь юморбранс радовался с вами за 10 тысяч подписчиков это действительно ваши подписчики без популяризации и всяких будьте самим собой но это мое имхо так спасибо за поддержку буду стараться оставаться самим собой да это самое лучшее потому что не надо ничего придумывать просто вот какой есть такой есть рад, что улыбнуло это я не знаю что-то такое там наверное было если снимешь лайв-привет то будет вообще шикарно то да, лайв-привет я вот уже думаю над этим как получится не обещаю как это будет быстро но по крайней мере вот может у консультанта спрошу может она мне что-то подскажет может это не так и страшно может нам надо это все нажать и все и понеслась у меня в ноутбуке камера то есть что там встал под эту маленькую камеру вот тебе и пожалуйста говори но я ни разу просто не пробовал так Святослав Подольский привет спасибо за привет после вашего видео наклеил бумажку на камеру на всякий случай это я так сказать сказал что камеру если на ноутбуке оставить открытой кто-то может подглядывать там а вы их знать не будет поэтому я туда бумажку раз и поверю бумажка сейчас не висит но там никого и нету я теперь придумал другое я бумажку не вешаю я просто прикрываю вот так ноутбук бах прикрыл его а там такую коробочку вставлю чтобы он полностью не закрылся коробочка от такого маленького ну микроскопчика что ли так ага все как обычно прекрасно позитивно но вопрос что будете делать когда у вас будет больше ста тысяч подписчиков приветов захочет не один десяток тысяч людей и кстати я живу в городе Кастанай Святослав Подольский привет город Кастанай если будет много просить привета буду передавать приветы к городам и районам а не кипицать бегущей строкой или текстом на фото думаю я справлюсь если что мне могут помощники помощники Кастанай привет еще раз ладно так 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 ура я первый привет Абдула пишет Денис Грибок привет Денис передайте пожалуйста привет ДЛ3 Трэпхата вот это наверное какое-то позывное из какой-то игры наверное так предполагаю вот я передаю ДЛ3 Трэпхата привет привет спасибо тебе за привет отлично поднимают настроение с Новым Годом и вас тоже с Новым Годом который уже наступил 9 дней назад ура мы живем в 2015 году ура хорошо это написал летсплей бай ворон о какая какой вот это ник вот так вот Егор Дубовиков здравствуйте у меня предложение на каждом видео привет от Абдуллы писать дату когда вложили видео и еще у меня вопрос куда писать просьбу привет и так далее я просто не знаю правильно ли я вас попросил с Рождеством и всегда весны в душе спасибо большое все вопросы все пожелания приветов и вообще любые пожелания писать прямо под самым свежим роликом с приветами вот я например номер 10 приветы выложил и под ним можно писать пожелания приветы на следующий на одиннадцатый ролик и там я все это буду с экрана читать и соответственно передавать приветы в живую ну как в живую так в режиме чтения Абдулла побольше видео про охоту и так далее тоже пишет Денис Грибок хорошо учту про охоту я сам люблю это дело ну вот все я зациклился на этой камере гоупро я понимаю что можно и без нее обойтись но с ней мне кажется гораздо интереснее будет съемка потому что можно там ее на ружье поставить как будто с ружья вид с ружья на лицо когда прицеливаешься и просто на лоб просто обзор сделать а в то же время второй камерой тоже снимать и плюсы слоумо там можно комбинации сделать ролики будут намного богаче по фактуре по подробности вот этого вот просмотра потому что просто если камеры снять нам будет много моментов непонятных так Игорь передайте привет моей маме Нине Александровне город Минск Нина Александровна вам привет канал город Минск из города Санкт-Петербурга Минск я был кстати классный город меня удивило то что там совершенно чисто вот чисто вот вообще чисто вот идешь а там совершенно чисто чисто и все там смотришь Что-то там подметают, подметают. Что там подметать, там же чисто. А все равно подметают. Что-то красят там все время. Красота, одним словом. Минск очень чистый город. Очень чистый. По сравнению с Питером, так это вообще. В Питере тоже подметают, но как-то не успевают. Мусорят гораздо больше. Так, Абдуллац, это Евгений Витохин пишет. Наступающий вас Новым годом. Спасибо, уже год наступил. Это вот предыдущий выпуск был в том году, а этот уже в этом. Так что вот так. Желаю вам и вашим подписчикам всего наилучшего в 2015 году. Передайте привет. Селу Донское Ставропольского края. Спасибо. Селу Донское Ставропольского края. Большой привет от Санкт-Петербурга. И Евгению Витохину тоже привет. Так. А попробуйте читать на камеру философские притчи. Думаю, с вашими комментариями они будут особенно интересны. Вот, кстати, сегодня я выложил одну притчу. Которую я рассказал совершенно экспромтом. Вот действительно, у меня есть такая способность говорить экспромтом. То есть пока я говорю, я уже выдумываю, что там дальше буду говорить. И так это все без остановки идет, 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 идет. Эту способность я открыл себе в первом или втором классе. Я был очень начитан сказками. И один раз одному мальчику, моему однокласснику, стал читать по памяти, ну как по памяти, рассказывать сказку. И вот пока я ему рассказывал, я ее забыл. А он говорит, а дальше что? И я ему раз в другой сказке начал продолжение. Ну так связано. А потом и ту забыл. Началось третье. А потом уже думаю, все, сказки я не вспомню. И стал что-то рассказывать про какие-то замки, подземные ходы. И так у меня это складно получилось. Что когда он слушал, он даже рот открыл вот так вот и не мог остановиться, слушать, слушать. А я ему рассказывал долго, 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 долго. Вот видимо тогда еще в начальных классах у меня и раскрылся талант рассказчика. Вот так рано рассказывал, да, именно так рано. То есть давным-давно, это у меня вот эта способность. Не знаю, как она у меня проявилась. Ну так, видимо сказки помогли, да. Я читал их просто за поями в больших количествах. Просто брал одну и тут же вторую, и третью, и читал, читал. Причем сказки разных народов мира. Какие только сказки я не читал. В библиотеке было много-много этих книг школьных. И вот была огромная полка сказки народов мира. Вот я всю эту полку прочел и не один раз. Так, ага, ну вот я тут написал, что спасибо за хорошую идею. Кстати, Евгений Добриков, большое спасибо. Идея действительно классная. Причь я теперь, надеюсь, тоже буду рассказывать. Причем на свой лад. И вот первый выпуск, притч я выпустил. И концовку, ну так получилось, что я не успел ее придумать. Сбился немножко и придумал оригинальный выход из положения. Я просто взял и сказал, ну а концовку сами придумайте. И действительно люди придумали такую концовку. Кстати, не один вариант, а несколько уже. И это было очень забавно. Особенно на пикабу. Там такую концовку придумали. Ой, хе-хе-хе. Просто реально вот человек с очень серьезным чувством юмора написал эту концовку кролику. И я бы так не смог придумать. Это, кстати, томатный сок моей фирменной кролички. А, холодный. Вкусно. Для зрения полезный томатный сок, да. Морковка тоже полезна. Так. Уважаемый Абдула, здравствуйте. Пишет Иоаннадав Суровый. Прошу вас передать привет Иоаннадаву Суровому. В Москву. Мне будет очень приятно. Ваше видео всегда доброе, интересное. Вы считаете мощной, положительной энергетикой. Иоаннадаву Суровому в Москву привет. Мощная, положительная энергетика. У меня, как я уже говорил, из-за того, что я в детском саду всех объедал. Кашу кушал по несколько тарелок. Прям буквально, пока свою тарелку за несколько секунд съедал, уже с глазами зыркал, где у кого нетронутая каша, чтобы ее быстренько попросить, чтобы мне дали и вторую, и третью. И вот по несколько тарелок каши я ел. Видимо, вот это и дало мне массу положительной, мощной энергии. Да. Итак, спасибо вам большое за то, что дали мне почву. За помощь, за подсказки, за вопросы, за то, как вы помогаете мне где-то что-то найти интересные ходы, чтобы канал был еще интересным, и канал действительно стал совершенно другим, чем вначале-то это было вообще какие-то ролики непонятные, а сейчас я все потихоньку тут, там, здесь что-то поправляю, улучшаю, улучшаю, улучшаю и еще раз улучшаю. По поводу икры, которую я ел на роликах, она не настоящая, это икры селедки, икра селедки, которую покрасили, так что вы сильно не завидуете, у меня черные икры, вот такими ложками я никогда не ел, не знаю, как это вкусно или нет, хотя, конечно, хотелось бы попробовать, наверное, это было бы забавно. Так, насчет ресивера, да, я его купил, классная штука, звук просто супер, я теперь слушаю свои ролики, и меня перекашивают от плохого качества, которое там выдается, я надеюсь этот вопрос исправить, уже ищу звуковую карту, микрофон у меня уже есть, и как только будет классная звуковая карта, кстати, если кто-то знает, подскажите, камеру GoPro мне подсказали, какую взять, очень недорогую, хорошую, вот я ее заказал, а вот звуковую карту я пока еще даже не представляю, чтобы можно было голос просто с микрофона записать хорошо на компьютер, чтобы был качественный звук, вот, так что я вот сейчас звуковую карту вот подыскиваю, но там такой темный лес для меня, ел и пал, я даже не знаю, как вот, как подобраться-то к нему, со звуком у меня вообще дыру бы большую нету, музыку люблю слушать, а вот всякие вот эти штуки, куда-чего, там даже название-то мне не выговорить. Все, большое спасибо за внимание, с вами был канал Мрин, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, просите привет, я вам их себе передам, постараюсь, ну, и, видимо, следующий выпуск будет или через две недели, или через недельку. Все, пока-пока.